Всем здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. Вот главные темы. Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае в связи с ожидаемыми сильными снегопадами. Текущую ситуацию и планы работы обсудили накануне на заседании правительства Алтайского края. Снежные завалы нередко приводят и к происшествиям. Куда обращаться в случае экстренной ситуации? На какой номер звонить? И гарантирует ли ответ диспетчера своевременную помощь? Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Березовка под Барнаулом. Медицинского учреждения там не было 10 лет. Какие услуги там оказывают? Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае в связи с ожидаемыми сильными снегопадами. Текущие ситуации и планы работы обсудили накануне на заседании правительства Алтайского края. Подробности расскажет Глеб Полянский. Было подготовлено предложение введения режима повышенной готовности в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями на территории всего края. Жители и оперативные службы Алтайского края еще не успели преодолеть все последствия предыдущей мощной метели, как стало известно, что стоит ждать продолжения. Синоптики говорят, такая погода на Алтае не впервые. Аналогичные климатические условия складывались зимой 2000-2001 годов и на рубеже 2016 и 2017. Тем не менее, количество осадков текущей зимой действительно превысило все возможные нормы. Но это далеко не предел. Начинает резко ухудшаться ситуация опять же с юга, с юго-запада и дальше ночь. Сегодня это неблагоприятные погодные условия. На завтра вообще штормовое предупреждение с ветром до 25 метров в секунду. Оно немножко слабее предыдущего, которое было в выходные, но немного, но не настолько. И еще минусом будет являться то, что вот этот выпавший легкий снег, который не утрамбован, именно вот это вот все поземком или метелью будет перераспределяться по территории. Одна из наиболее сложных ситуаций в Змеиногорском районе. Там всего за сутки выпало 14 миллиметров осадков. Также по количеству осадков среди муниципалитетов в лидерах Бийск и Барнаул. В пике снегопадов в Алтайском крае было перекрыто движение по 17 дорогам. Сейчас перекрытых трасс нет. Дорожникам в расчистке трасс помогают даже местные жители. Максимально привлекались, кроме той дорожной техники, порядка 710 единиц техники, которая у нас работала. 108 единиц техники – это техника предпринимателей. И хотелось бы сказать спасибо Министерству сельского хозяйства. Мы совместно с ними отрабатывали, фермеры выходили, точно так же нам помогали. В районах и городах края ситуация не менее тяжелая. Руководители муниципалитетов сходятся в одном. Главные причины того, что снег не убирают вовремя – нехватка работников и спецтехники. Все это следствие многолетнего недофинансирования отрасли. Губернатор Виктор Томенко призвал разработать систему уборки снега для каждого муниципалитета. В первую очередь в крупных городах края. Определить необходимые объемы финансирования техники и персонала. А на данном этапе приложить все усилия для ликвидации последствий предыдущих снегопадов. Усильте возможности. Есть предложения от предпринимателей, от активных граждан, от общественных объединений, общественных инициатив. За все хватайтесь. Плюсом сейчас. Очевидно, надо увеличивать количество привлеченного персонала. Займитесь этим. Я понимаю, что это потребует средств дополнительных. Я думаю, что мы вместе с законодательным собранием пойдем на то, чтобы какую-то часть расходов или эти все расходы вам компенсировать. Также Виктор Томенко поручил своему заместителю Александру Климину и Министерству финансов края рассмотреть возможность выделения средств для поддержки городов и районов региона. Это позволит на первом этапе доукомплектовать муниципальные предприятия необходимой техникой. Но следующим шагом должен стать полный пересмотр работы по уборке снега. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Снежные завалы. Снежные завалы нередко приводят к происшествиям. Куда обращаться в случае экстренной ситуации? На какой номер звонить? И гарантирует ли ответ диспетчера своевременную помощь? Расскажем далее. Цифры 112 на всю жизнь врезались в память Сергея Пушкина в новогоднюю ночь. 11-летнему сыну резко стало плохо. В итоге отек и потеря сознания. Добежав до телефона, мужчина растерялся. А какой номер, собственно, набирать? Не знали, то ли 0,3 набирать, то ли 103. Помогла дочь. Она сказала, что можно вызвать по номеру 112. Мы вызвали. И все было у нас в конечном итоге хорошо. Понял, что не один такой. И действительно многие теряются. И не знают, как правильно вызвать телефон экстренной службы. При звонке на 112 все вызовы поступают в единые диспетчерские центры. Всего таких в Алтайском крае 67. У операторов есть чуть больше минуты, чтобы обработать информацию и направить ее в скорую, полицию или МЧС. Дозвониться до оператора можно, даже если на счету нет денег, вне зоны доступа и даже без сим-карты. Ежедневно сотрудники обрабатывают 2500 звонков. Вот 17 числа, когда у нас был этот снежный коллапс, опять так же назовем, количество звонков увеличилось вдвое. То есть было получено порядка 4100 звонков было. В основном звонки у нас, которые я говорил, допустим, скорая помощь, у нас тоже относятся к тому, что люди оказались в экстренной ситуации. Это полиция, ЕДДС, это службы ЖКХ, которые задействованы в очистке. На время действия непогоды в Алтайском главке МЧС будет работать дополнительный телефон горячей линии 202621. По данному номеру можно уточнить обстановку на дорогах края, узнать о закрытых трассах, сообщить о заторах. Также напоминаем телефон пожарных и спасателей 101 и единый номер всех экстренных служб 112. Во время снежной стихии больницы, ФАПы, поликлиники Алтайского края будут работать в штатном режиме. Лекарства доставили во все отдаленные населенные пункты. Оснащены вертолеты санавиации, реанимобили. Сложнее всего приходится сотрудникам скорой помощи. Еще раз повторюсь, невзирая на погодные условия, в круглосуточном режиме они несут с честью свою службу. Где-то им приходится по несколько километров идти пешком для того, чтобы оказать помощь нашим пациентам. Привлекаются волонтеры, которые предоставляют снегоходы для доставки тяжелых пациентов. Если вы оказались в снежном плену, стали свидетелем аварии, происшествия или несчастного случая, звоните 112 или 202621. Помощь не заставит себя ждать. Вадим Клюсарев, Анастасия Борисова, Денис Кузьменко. Новости. И к другим темам. Секретарь Каменского отделения Единой России Виктор Ноздрин отстранен от должности. Причиной стали систематические нарушения и мустава партии. В частности, при организации конференции местного политсовета в октябре прошлого года были нарушены сроки проведения. Юридическая конференция вообще не состоялась, так как не было должного представительства делегатов от первичных отделений партии. Фактически, Каменское отделение Единой России не работало. Завтра, 24 января, состоится конференция местного отделения, на которой, собственно, один из основных вопросов. Планируется избрание нового секретаря местного отделения партии. Эта процедура установлена уставом. Завтра, собственно, делегации, которых избрали первичное отделение, определятся с секретарем новым. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Березовка под Барнаулом. Медицинское учреждение там не было 10 лет. Теперь жителям Березовки не нужно ездить в город для медицинского осмотра. Какие еще услуги оказывают ФАП, узнала наша съемочная группа. В поселке Березовка живет около 200 человек. В основном пенсионеры. Медицинского пункта до недавнего времени тут не было. Местные жители ездили лечиться в Барнаул. Это 30 километров. Или в научный городок, 18 километров. С января этого года в поселке работает фельдшерско-акушерский пункт. Теперь медицинскую помощь можно получить прямо в Березовке. Оснащение соответствует стандартам, порядкам оказания медицинской помощи на фельдшерском-акушерском пункте. Население, конечно, вот сейчас, общаясь с ним, оно довольно то, что оно дождалось этого пункта. Здесь будет оказываться плановая медицинская помощь. Здесь будет оказываться неотложная медицинская помощь. Для оказания плановой и неотложной помощи в ФАПе есть все необходимое. Медикаменты, оборудование. Есть специальные носилки, дефибриллятор. Пациенты могут пройти первичный осмотр, сдать кровь. Для расшифровки анализы отправляют в Барнаул. Туша радуется. Да вы что, я первый раз прислата на прием. Вы что, прям как в городе. Наверное, лучше даже. Хорошо, спасибо, конечно, кто это нам сделал. Стоимость ФАПа вместе со всем оборудованием – 8 миллионов рублей. Строили за федеральные деньги по наспроекту здравоохранения. Построили за три месяца. В минувшем году в районах края открыли 17 ФАПов. В этом их планируют построить еще больше. Готовится к строительству. Точнее, документация уже вся подготовлена на строительство 32 фельдшерско-акушерских пунктов. 15 из этих ФАПов будет построено по нацпроекту здравоохранения. Будут выделены, уже выделены, точнее, федеральные средства. Но большую часть все-таки у нас будет построена за счет краевой адресной инфекционной программы. Что касается этого ФАПа, то пока его график работы два раза в неделю – среда и пятница. Фельдшер приезжает из научного городка. Однако, как только сюда найдут постоянного работника, принимать пациентов будут пять рабочих дней. Иван Горбатов, Денис Кузьменко. Новости. А этом у меня все. Эфир продолжат мои коллеги.